В рамках 7 форума регионов Беларуси и России сегодня в Гомеле пройшла встреча делегаций Бранской и Гомельской областей. Баки проанализовали стан двухбакового сотрудничества и окреслили наибольшие перспективные накерунки. Об чем ишла разговора, ведают наши корреспонденты. Пандемия коронавируса унесла коррективы в график особенных встреч керавников регионов, и они стали куды больше редкими. Хоть на сотрудничество областей этот факт отмолвного вплыва, кажется, не оказал. У селяким выпадку сегодня Баки казали об реализации суместных проектов в самых разных сферах. Беда и самозначность их тычется деянности беларуско-российского предприемства «Бранск-Сельмаш». Коли летать гомельские партнеры отгрузили сюда машинокомплекты на 2 млрд 600 млн российских рублев, все лета эту сумму плануется повележить до 4 млрд 200 млн. Перспективным лечится так само супрасовничество у мясомолочной сферы. Экспортный потенциал, который у нас на сегодня наращивается, наше направление мясомолочного, которое мы сегодня реализуем и поставляется. То же самое к нам идет продукция из Бранщины. Вот сегодня один из вопросов, который прозвучал, это и по нашему предприятию, которое Петриковскому реализуется на Сервой области, для того, чтобы совместно работать по транспортировке удобрений, которые сегодня имеют для нас важное значение. Поэтому и дальше мы будем продолжать сотрудничество в различных направлениях. Конечно, у нас есть общие интересы в плане с хозяйственно-промышленного производства. Особливая увага супрасовничеству у гуманитарной сферы. Сюрита означается 75-е годовина перемоги у Великой Айчинной войне. И гэта дата и ашэдна подстава звернуться до нашей агульной истории. Ну и самое важное, что мы сегодня отметили, это, конечно же, не забывать наши общие корни, нашу общую историю, наши общие ратные подвиги наших предков. Ну и воспитывать на них молодежь. Потому что мы сегодня уже старшее поколение, мы, Даня Михайловичем, относим к старшему поколению, мы ответственны за то, кто придет нам на смену. Не глядяши на обмежованность по часе, делегации накеровывались у Минск, где проходит Белорусско-Российский форум регионов, и они робят припынок у Светлогорским районе. Все лето тут открытый мемориальный комплекс «Ала», який стал помником-символом усим спаленным вёском. Для Бранской в области, якая так само потерпела подчас оккупации, тема захования исторической памяти особливо актуальная. Все 27 миллионов жизней, которые были положены во имя Победы, а из них только около 9 миллионов – это солдаты, а почти 20 миллионов – это мирные жители. Вот это именно та наша общая память, которую мы никогда не должны забыть. И всегда должны быть помнятся, всегда помнятся о том, что пережили наши народы. Дарыши суд над карниками, якие спалили Аллу и забили 1758 человек, проходил у Бранску. Увуголе, коли казась про первый от Великой Айчинной, Гомельской и Бранской в области, звязывая шмат. У першую шаргу гэта тыжатся боротьбы с ворогом. Партизаны навыд проводзели суместные операции. Брянские партизаны и белорусские партизаны стали инициаторами знаменитой рельсовой войны. То есть она отсюда пошла, это совместный был проект. И, собственно, одновременно осуществлялись массовые удары по коммуникациям противника с целью дестабилизировать ситуацию, ограничить, так сказать, продвижение эшелонов к фронту. Зараз межрегиональное супрасунество развивается у рамках погаднення помеж Гомельским Аблвыканкамам и Урадам Бранской в области, подписанным у Жнивне 2016 года уходе Пятого Славянского экономичного форума. А про таго погаднение о побратимских и партнерских сувязях заключены помеж 10 районами. Гэта дозволяя лечить наше супрасунество взаимовыгодным и трывалым и разлеживать на его успеховый протяг.